На современные условия в районной больнице в Приморско-Ахтарске пациентам рассчитывать не приходится. Когда здесь в последний раз был капитальный ремонт, не помнят и сами медики. Кстати, врачей в больнице не хватает, чтобы попасть на прием к специалисту. Людям приходится месяцами ждать в очереди. Как оцениваете уровень оказания медицинских условий в районе? Говорите, говорите. В общем, не записаться ни к одному специалисту, к кардиологу, таких узких специалистов. Кондокринологу я ждала целый месяц. С таким подходом мы далеко не уедем. Мы не будем себе искать оправдания. Давайте задим ей условия, чтобы она сказала, спасибо, все хорошо. Даже на ремонт деньги можно найти. А вот на содержание, чтобы лечили хорошо и лечили качественно, вот это уже проблема в целом здесь, на месте. Жители Приморско-Октарска ждут не только приема врачей, но и новую школу. Местные власти уже год обещают ее построить. Но за все это время на пустыре так ничего и не появилось. Зато к приезду губернатора глава района распечатал красочную презентацию проекта. Красивая, конечно, фотография. Или я бы иначе пока не скажу. Намного красивее было бы, если бы это здание хотя бы уже фундаментом здесь начало красоваться. А так, знаете, дети вырастают. А эти все фотографии, они, правда, ветшают, но все равно остаются. Есть средства на типовые школы, исходя из того, что мы их уже рассчитали и предусмотрели. Вот если глава хочет сверхтиповой школы, пусть ищет источник другой финансирования под свою ответственность. Все. Но сроки никто никому нарушить не даст. Похожая ситуация и со строительством детской спортивной школы. Ее здание признали аварийным. Чтобы не прерывать тренировки, детей перевели заниматься на другие площадки. Проект нового спорткомплекса, который планируют возвести на месте разрушающейся школы, уже разработан. Но местные власти никак не перейдут от слов к делу. Мы год назад были в этом же зале. Приехали через год, этот же зал, все то же самое. И опять мы говорим, что что-то планируем. Ну снесите вы, грубо говоря, по-русски. И все. И скажите, что вот, площадка есть. А мы сегодня приехали, как в сказке, рыбаки и рыбки. Опять к тому же корыту, которая еще хуже становится. И явно, что ничего лучшего из этого не будет. Вы, как тот, кто на месте отвечает за жизнь, и спортивную составляющую, должны понимать, что корыта нужно поменять. Хороших впечатлений не добавляет даже прогулка по городской набережной. Главной достопримечательностью ее точно не назовешь, замечает губернатор. На реконструкцию зоны отдыха из регионального бюджета выделили больше 2 миллионов рублей. Здесь должны появиться велосипедные дорожки, клумбы и аквапарк. Если мы говорим о набережной, конечно, делать конкретно и делать быстро. Вот этот вопрос. Потому что вот этот источник тоже дополнительного финансирования для вашего района. У всех же ваших коллег эти набережные существуют в лучшем, худшем состоянии. Но сегодня они у всех более-менее современные. Но Приморская тащика уже не хуже. Санторно-курортная отрасль района в глубоком застое. Хотя здесь есть лечебные грязи. А также можно развивать активные виды отдыха, такие как рыбалка и охота. Экономика района может получить огромные вливания при грамотном подходе к туристической сфере. Набережная – это якорь любого места, и оно при наличии набережной тут же превращается в курорт. Вот вы как оцениваете, может быть курортный потенциал у Приморско-Ахтарска? Потенциал есть огромнейший, и он, к сожалению, не используется. Загрузка очень низкая по сравнению со среднекраевой загрузкой. Если у нас 58% загрузка средств размещения по краю, то здесь она не более 19%. Еще один больной вопрос для Приморско-Ахтарска – состояние рыбной промышленности. Она всегда была основой экономики района. В советское время здесь работали и рыболовецкие флоты, и перерабатывающие заводы. Сейчас же из более чем 9 тысяч гектаров рыбоводных площадей используется всего полторы тысячи. А производство рыбы сократилось на 65 тонн. Основные причины – браконьерство и слабая работа с потенциальными инвесторами. По объему инвестиций район на последнем месте в регионе. Что нет ресурсов у района? Да, есть. Я думаю, что просто нужно уметь продавать ресурс. То есть менеджмент района должен научиться продавать потенциал района, в том числе на всех форумах и даже на сочинском форуме. Научиться продавать, агрессивно продавать потенциал района. Заходит инвестор, заходит жизнь. Заходят рабочие места, заходят налоги и бюджет. Значит, заходят те программы, которые можно реализовывать. При этом на фоне проседания рыбной отрасли Приморско-Ахтарский район показал рост в сельском хозяйстве. В прошлом году он стал лидером по урожаю зерновых в центральной зоне края. Это еще раз доказывает, для успешной экономики необходимо правильно расставлять приоритеты. После встречи с местными жителями Вениамин Кондратьев отдельно пообщался с главой района. Валерий Спичко рассказал губернатору, что решил покинуть свой пост в связи с переходом на другую работу. Глава региона поблагодарил его за исполнение своих обязанностей и пожелал успехов на новом месте. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Приморско-Ахтарский район. Приморско-Ахтарский район.